всем привет это видеоблог серийный продюсер меня зовут николай пак это история о том как телевизионщики пытаются выйти на youtube сегодняшнем выпуске я хотел бы поговорить на такую тему как монетизация в ютюбе сегодня мы рассмотрим три способа монетизации в ютюбе 2 это в принципе очень известных способов ну про это уже много написано и снято видео и на третьем я хотел бы остановиться поподробнее первый способ монетизации в ютюбе это когда youtube платит вам за те рекламные ролики которые выходят на вашем канале в начале ваших видео середине ваших видео если вы включаете соответственно кнопку вокруг этого ходит много мифов особенно в телевизионной среде знаете это как по принципу у соседа трава зеленее телевизионщики часто можно встретить они знают что такое романтизации ютюбе они говорят ну да сейчас же все деньги в интернете сейчас деньги в ютюбе поэтому на телеке нет денег так далее на самом деле все не совсем так то есть мы пока наши рекламодатели казахстанские те кого интересует реклама в ютюбе они платят не так уж и много для того чтобы ориентировались если будет миллион просмотров казахстанских именно просмотров или там российских украинских в данном случае не сильно важно то вы получите около 200 долларов но чтобы получить эти 200 долларов чтобы сделать контент на миллион просмотров ну я не знаю нужно очень постараться на не так уж много каналов которые регулярно получать такие цифры но даже если не получает как вы видите в принципе суммы не такие уж большие это такой большой вопрос по монетизации но какая есть второй способ когда у вас уже есть лояльная аудитория когда у вас есть постоянные подписчики постоянные просмотры тогда вы договариваетесь с какими-либо брендами либо какими-либо рекламодателями и интегрируйте рекламу свой контент это можно интегрировать в прямом виде монтировать ролик ваше видео вот либо это как-то интегрировать внутрь самого контента ну вот и часто очень часто хорошие примеры в основном сейчас в инстаграме как как этим занимаются вайнеры но есть еще четвертый способ это это больше не для контента производителя а для брендов это когда сам бренд на своем канале делает контент для людей и все понимают что условно вот мы недавно разбирали веб-сериал айдос на канале билайн казахстан ну то есть я понимаю что билайн казахстан сделал сериал который смотрит какое-то определенное количество людей но это тоже в принципе один из способов рекламных интеграций и так третий способ он исходит из одной простой парадигмы если у тебя есть бизнес битусе или битубе то скорее всего ты должен делать youtube канал ты должен делать контент для youtube канала что это значит это не значит что ты делаешь youtube канал в котором ты рекламируешь свой продукт это значит что ты должен делать контент для той аудитории которые являются твоими либо клиентами либо партнерами либо твоими потенциальными сотрудниками потому что hr маркетинг тоже никто не отменял в современном мире в принципе это то что делаю я на своем канале то есть вы не зарабатываете с контента вы зарабатываете от того что вы как сказать улучшаете свой бизнес или улучшаете репутацию своего бизнеса либо формируете вокруг себя аудиторию которая вам нужна там есть много плюсов и а некоторых из них я сейчас вам подробно расскажу того времени как на телефоне появился появилась камера появился микрофон и появилась возможность выйти в прямой эфир весь мир изменился и весь мир теперь стал медиа миром и поэтому ведение собственного youtube канала сейчас такой же необходимый навык или атрибут как там искусство ведения переговоров искусство создавать презентации искусство выступать на большое количество людей искусство действовать на собеседника там и так далее все все эти вещи которые сейчас стали неотъемлемой частью бизнеса но кроме всего прочего кроме того что это необходимо есть еще некоторые плюсы вот один из плюсов это я могу вам рассказать по себе но я это уже слышал например от своего мастера александра молчанова который в котором я учился писать сценарий он об этом говорит то есть он говорит о том что вы не сможете совершить рывок в своем развитии своей профессиональной деятельности если вы не начнете преподавать потому что когда вы готовитесь для того что преподавать но это уже я так домысливаю вы переосмысливаете вы как-то упаковываете заново перебираете ту информацию которая у вас немножко хаотичном виде была в голове это как раз один из плюсов которые есть у человека который ведет свой youtube канал когда вы ведете свой youtube канал вы улучшаете таким образом свой бизнес и вашу определенном смысле репутацию конечно этот это неоднозначно если вы хотите создавать идеальную репутацию до в каком-то закрытом режиме то конечно может быть не стоит вести youtube канал но на самом деле люди сейчас уже не верят просто лозунгам не верит просто картинкам они хотят сопереживать и сочувствовать людям таким же как они соответственно ваш персональный брендинг контент-маркетинг это все как бы вплетается ваш youtube канал это то что улучшает ваш бизнес вы можете рассказать про свой бизнес рассказывать что у вас получается не получается рассказывать про преимущество то есть целые маркетинговые агентства ломают голову как бы рассказать тот или иной месседж да то есть своей потенциальной аудитории как бы найти эту аудиторию да но вы можете создать свой youtube канал который будет являться магнитом для той аудитории может быть даже очень нишевой может быть это вообще 50 человек может быть это 20 заводов вот и вот эти именно 20 заводов буду смотреть ваш youtube канал потому что им это интересно конечно очень важно чтобы интересно но тогда вы можете в прямую на камеру говорить то что маркетинговые агентства пытаются запаковать какие-то хитрые креативные ходы ведение youtube канала будущем я думаю это станет необходимым таким атрибутом необходимым навыкам в принципе для всех не только для бизнеса но бизнес как всегда он в первую очередь потому что но они действуют на рынке мы действуем на рынке и поэтому нам нужны какие-то нововведения чтобы как-то выделиться и как-то попытаться продвинуть свой бизнес лучше если вы делаете свой youtube канал вы должны задуматься о том какой вы делаете контент это улучшает ваш бизнес и это монетизирует в какой-то степени может быть не в прямую но все ваши усилия то есть монетизировать контент который вы делаете я думаю что в ютюбе очень много и уже начинается особенно в украине потихоньку делаются youtube каналов по этому принципу то есть они делают контент для определенной аудитории и это аудитории собирается на этом канале и завтра если эта аудитория нравится ваш контент этой аудитории нравится вы если ей нравится как вы работаете как вы рассказываете историю что вы делаете завтра это потенциальные ваши сотрудники потенциальные партнеры и потенциальные клиенты и вот этой штуке добиться просто деньгами очень сложно если резюмировать то в будущем каждый человек который хочет коммуницировать с определенным там аудитории он должен быть контента производителем и так резюмируем первое это вы можете получать деньги от самого ютюба за рекламные ролики которые youtube размещают в вашем видео второе вы можете получать деньги от рекламодателей которые размещают тем или иным способом рекламной интеграции ваших видео только с вашей помощью то есть вы его размещаете 3 это когда youtube канал является инструментом вашей там условно говоря бизнес-стратегии или маркетинговой стратегии но вот такие три способа пока остальных я не знаю есть конечно как сказать такой способ как донаты но я не знаю насколько правильным например их считать каким какой-то такой бизнес монетизации мне кажется это такой просто супер бонус если вы делаете классный контент как bad comedian то это очень круто но сразу как бы рассчитывать такую монетизацию мне кажется немножко наивно для чего вообще об этом рассказываю да ну во первых для того чтобы не было никаких иллюзий то есть первое никаких огромных денег пока в ютюбе нету второе можно ли зарабатывать в ютюбе зарабатывать можно то что важно для нас мы будем использовать youtube для того чтобы создавать например веб-сериалы которым мы сейчас будем заниматься для того чтобы смотреть на реакцию зрителей для того чтобы получать опыт youtube это классная площадка с классными алгоритмами для того чтобы тестить и вот мы будем тестить вительский интерес свои возможности я вот думаю так а все остальное монетизация там блогеров и так далее она существует в таком виде но пускай существует нас она пока не касается мы будем использовать youtube для того чтобы смотреть за реакцией людей для того чтобы делиться опытом для того, чтобы понимать, правильным ли направлением мы идем. Это был видеоблог серийный продюсер. Подписывайтесь, если вам это нужно. Пока!